В эфире информационная программа Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Навели порядок горожане, вышли на субботник за речкой. Жаркие споры о холодных батареях коммунальщики обсудили начало отопительного сезона. Каскад Невских ГЭС предупредил о холостых сбросах. Еще 12 сентября в Кандалакше начался отопительный сезон. На то, чтобы подключить дома к теплоносителю, коммунальщикам было отведено ровно 5 дней. Прошло больше недели, а жалобы от горожан на не совсем комфортную температуру в квартире все еще продолжают поступать. В чем же проблема, разбирались участники комиссии по вопросам ЖКХ. Каждый год одно и то же отопительный сезон начался, но почувствовали это далеко не все и не сразу. Подключение жилых объектов производилось в соответствии с ранее утвержденным графиком. И на сегодняшний день он выполнен на все 100%. Тем не менее, жалоб хватает. На сегодняшний день по городу порядка 200 заявок по отоплению. Из них 170 заявок в квартирах, в которых нет отопления. Не по стоякам мы говорим, а в квартирах, в которых нет отопления. Мы говорим где-то, может быть, вина управляющей компании, где-то месса. Мы понимаем, что одновременно запустить все практически невозможно. Мы тоже понимаем. По информации, которую озвучили представители управляющих компаний и ТСЖ, все поступающие к ним заявки они обрабатывают достаточно оперативно. Но бывает так, что развоздушить стояки здесь и сейчас по первому тревожному звонку жильцов не всегда получается. Есть проблемы с доступом в квартиры, расположенные на верхних этажах. Также коммунальщики сетуют на отсутствие давления в сетях. Начало отопительного сезона, оно всегда, скажем так, редко, почти никогда не проходит гладко. Всегда есть какие-то проблемы. Поднять, сразу выйти на расчетное давление мы не можем, да и делать не то, что не можем. Делать этого нельзя, иначе мы можем определенные трудности в дальнейшем испытывать. Поэтому поднимаем постепенно, по мере того, по мере подключения домов к отоплению. Дальше я не думаю, что все проблемы, и далеко не все проблемы, в давлении, в перепаде давления и все прочее. Тут еще надо к управляющим компаниям задать вопрос, а как вы развоздушиваете? И как у вас проведена настройка, наладка дому? Ответ на этот вопрос зачастую можно отнести к разряду риторических руководителей организации, под управлением которых находятся проблемные дома, игнорируют заседания и встречи с ресурсниками. Очевидно, назрела необходимость менять формат работы и применять какие-то действенные меры к недобросовестным управленцам. На это потребуется какое-то время, а вот об отсутствии тепла в доме можно сообщить уже сейчас. Для этого необходимо обратиться в единую диспетчерскую службу по номеру 151 или позвонить на региональную горячую линию 8 800 250 78 25. Обращаем внимание автовладельцев на то, что в эту субботу, 21 сентября, движение автотранспорта в центральной части города будет ограничено. Дорогу перекроют с 10 утра до половины второго дня. Это связано с проведением легкоатлетического забега «Кросснаций». Его участники стартуют в 11 утра. Ну а далее расскажем коротко о других заметных событиях. Каскад Невских ГЭС подтвердил информацию о начале холостых сбросов воды через водосбросы ГЭС-3. Работы начнут проводить 21 сентября. Расчетная величина сбросов будет колебаться от 40 до 90 кубометров в секунду. Семей, которые могут претендовать на получение выплаты из средств материнского капитала, в будущем году станет больше. Это связано с поправками в федеральный закон, согласно которому претендовать на выплату могут семьи, чей средний душевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Кроме того, увеличится и возраст ребенка, до достижения которого семьи смогут получать выплаты. Сейчас это не больше полутора лет. С 2020 года обращаться за выплатой семьи могут до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Кандалакше продолжается ремонт дорог. Специалисты Мурманского дорожного управления уже приступили к реконструкции довольно крупного участка городской трассы. От 21-й котельной до дома 20 на улице Кировская. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Контракт на выполнение ремонтных работ заключен с Мурманским дорожным управлением. Специалистам этой организации необходимо в срок до 15 октября привести в порядок участок городской дороги площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Сейчас дорожники срезают старый асфальт, после необходимо будет выровнять канализационные люки и ливневку. Работы по асфальтированию, как ожидается, начнутся не раньше следующей недели, уточнили в управлении городским хозяйством. Отметим, проведение ремонта на участке дороги от 21-й котельной до супермаркета у дома на Кировской 20 стало возможным благодаря дополнительным средствам из областного бюджета. Размер субсидии составил 7 миллионов рублей, еще 3 миллиона удалось изыскать в местной казне. Навели порядок, горожане вышли на субботник за речкой. Акция по наведению чистоты была организована в рамках Всероссийского экологического проекта «Зеленая Россия», цель которого – объединить людей разного возраста и социального положения, всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности. Совместили приятное с полезным, и на свежем воздухе прогулялись, и пользу родному городу принесли. Участие в субботнике, который был организован за речкой, приняли участие сотрудники местной администрации, представители некоторых учреждений города и просто неравнодушные граждане, которые не смогли пройти мимо и поддержали доброе начинание. Надо убрать, значит, надо убрать. Если клич такой по стране, тем более он запущен. Участники экологической акции сегодня наводили порядок на тропе здоровья. Это излюбленное место отдыха горожан. Здесь всегда многолюдно и летом, и зимой. Приятно осознавать, признаются эковолонтеры, что жители Кандалакши стали бережнее относиться и к природе, и к тому месту, где проводят свое свободное время. Тропа здоровья – очень публичное у нас место. Здесь ходят гулять и с колясками. Наверное, вы обратили внимание, сколько у нас здесь белочек, и очень много жителей ходят их кормить. И лес действительно чистый. Несколько лет назад мы наблюдали такую картину, что здесь было очень много мусора, к сожалению, и бутылок, и банок пивных. Сейчас этого практически нет. Мы, конечно, все, что нашли, мы с собой унесем, увезем на свалку, но лес стал значительно чище. Тропу здоровья Кандалакшане и правда стараются содержать в порядке, но вот углубившийся в лес всего на пару десятков метров, можно наблюдать совсем иную картину. Последствия пикников и не совсем культурного отдыха граждан. Бумажки и брашеные мангалы, их очень много, кстати. Надо беречь природу, потому что мы здесь живем, это наш дом. В плане того, что когда идут в лес отдыхать, допустим, и несут с собой продукты, напитки какие-либо, они несут полные рюкзаки, мешки, пакеты или что-то. Почему обратно с собой пустое не забрать? Оно намного легче. Забрал ее, так же вынес с собой. Итог сегодняшнего субботника на тропе здоровья – два десятка мешков с мусором. Но это не значит, что окрестные леса в порядке и внимания к ним больше не требуется. Напротив, место, где оставил свой след человек в виде склянок, бутылок, полиэтиленовых мешков, металлических банок еще хватает. А потому уже завтра активисты движения «Чистая Кандалакша» проведут субботник в лесополосе вдоль улицы Заречная. Сбор участников субботника ровно в полдень на отворотке, ведущей в сторону Японии. Так что приходите, без вас ребята не справятся. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Впереди короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды на предстоящие выходные. Я же с вами прощаюсь до понедельника. Увидимся, как обычно, на ТНТ-4. Ровно в 19.00 не пропустите Пульс города. Всего вам доброго и до встречи.